Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. Как-то пару дней назад одна из моих учениц, ее зовут Катя, она тоже живет в Дании, прислала мне очень интересное видео одного из каких-то медицинских звезд, который рассказывал о женской второй молодости, то есть о климаксе. И этот врач очень все правильно говорил, мне очень все понравилось, и единственная его фраза как бы меня насторожила. Он сказал в этом ролике о том, что набор веса у женщин после 50 лет как плюс 5, 10, плюс 15 и даже 20 килограмм, это нормально. Но вот когда уже плюс 30 и плюс 40 килограмм женщин набирает, тогда необходимо обратиться за помощью. Ну, естественно, я сразу же как бы это восприняла очень в штыки, и я против того, чтобы мы, девочки, которые 45 плюс и так далее, набирали так много лишних килограммов, и я вижу это на своих ученицах, которые тоже, многие из них как бы уже вошли в этот период своей жизни и прекрасно сбрасывали килограммы. И вот поэтому давайте сегодня поговорим о второй женской молодости, которая называется климакс. Климакс вообще, он делится на три этапа. Это предменопауза, это климакс и постменопауза. Да, действительно, женщина в этот период может набрать 5-7 лишних килограммов, но мы поговорим чуть позже об этом, как избежать этого набора веса. Но почему женщина именно набирает этот лишний вес в этот период жизни? Это все очень легко объяснимо, так как нашим организмом правят гормоны. И наши яичники женские снижают выработку такого гормона, который называется эстроген. И вырабатываться он начинает не яичниками, а жировой тканью. И, конечно же, чем больше выражены, чем ярче выражены какие-то гормональные сборы женского организма, на какие-то гормональные нарушения, тем больше нужно жировой ткани, так как наш организм пытается удержать вот этот как бы уровень гормональный и уровень именно эстрогеновых гормонов в нашем организме. Но к тому же еще эстроген, он, к сожалению, чем его меньше делается, тем у нас больше возникает чувство аппетита. Ну и настроение у нас меняется, соответственно, перепады настроения возникают, раздражительность. И это приводит нас к такому стрессу всем знакомому, да, и мы опять же себя утешаем чем-нибудь вкусненьким. И вот именно из-за этого и набирается эти лишние килограммы. Итак, вернемся к первому периоду, который называется преминопауза. Этот период, к сожалению, помолодел, и он сейчас у многих женщин начинается уже где-то в года 42 и длится до 45 лет. Но опять же, эти все цифры, они плюс-минус в том, как все зависит от вашего образа жизни, от того, как вы питаетесь, активны вы или нет и так далее. Он период паузы длится где-то от года до полутора. Потом мы вступаем в период менопаузы. И он начинается, опять же, в среднем где-то в 53-55 лет. Чем он характерен? Если в преминопаузе у нас были еще месячные, как они могут быть как скудными, так и очень, наоборот, обильными, то, входя в менопаузу, мы можем как бы вообще не видеть менструации, не наблюдать в течение года или полутора лет. И это тоже все нормально. Затем женский организм вступает в третий период климакса, который называется постменопауза. Он также длится где-то год-два и до конца нашей жизни. Начинается этот постменопауза период где-то в лет 57-60. Опять же, делаю оговорку, все зависит исключительно от вашего индивидуального организма. У кого-то он наступает раньше, у кого-то позже. Но этот период длится до конца ваших дней, до последнего вашего вздоха. Хотя наш организм умный, женский, он помнит эту цикличность тоже до конца ваших дней. И именно поэтому мы у меня в школе Нордсик Беллан всегда разбираемся и ведем графики, когда у нас есть менструация или даже если она невидимая и когда ее нет. В этот период всегда происходит, опять же, как и во время менструации, настоящий девочек набор веса. Но об этом мы не будем сегодня говорить. Что же нам нужно сделать для того, чтобы все-таки не набрать это огромное количество килограмм? Нужно просто-напросто придерживаться некоторых правил, о которых я вам сейчас коротко расскажу. Ну, как всегда, я начну с вашего дневного рациона. Как всегда, вы уже, наверное, устали. Я повторяю в том, что вам нужно кушать где-то 5-6 раз в день. Это основные три приема пищи. Завтрак, обед и ужин, которые должны быть не более чем 250 миллилитров, объем порции, да? И два-три вкусных, полезных каких-то перекуса. Вы будете, ваш сахар будет ровненький, инсулин не будет прыгать, настроение у вас будет хорошее и вы не будете голодны за счет этого, да? Включить нужно в рацион полезные белки. Это не жирные сорта мяса, это курица и обязательно сей-фуд, морепродукты. Отказаться нужно категорически, полностью, навсегда от каких-либо полуфабрикатов, извините, от колбас, от каких-то сарделек, сосисок, солености, копчености. Почему? Потому что в этих продуктах огромное количество скрытых различий солей и жиров и всего другого. Вот, но соли, именно соли, они удерживают, задерживают жидкость в вашем организме и это приводит к увеличению массы вашего тела, то есть к набору лишних килограмм. Ну и, соответственно, к отечности. А отечность это всегда лишний вес. Включите в свое меню такие великолепные продукты, которые называются диуретиками. Эти продукты, они способствуют таким мочегонным эффектам. К ним относятся сельдерей, прежде всего, шиповник, цитрусовые все, помидоры, огурцы. Ешьте их, кушайте, они полезные и полны витаминов и так далее, еще способны выводу лишней жидкости из вашего организма. Какие витамины мы должны принимать? У нас должны быть в нашем как бы дневном рационе обязательно аминокислоты, омега-3, должны быть магний, витамин С. Нужно кушать меньше жареной и жирной пищи. И обязательно забыть о том, чтобы вы пили что-то перед сном или на ночь. Опять же, это приведет только к лишнему весу и обязательно к какой-то чрезмерной отечности. Не нужно этого вам делать. Добавьте в ваше меню обязательно полезную клетчатку. Об этом я тоже все время говорю. Клетчатку и медленные углеводы. То есть это цельнозерновой хлеб, это овощи, которые полны клетчаткой, о которых я вам тоже каждый раз рассказываю. Это капуста, кабачки, это баклажаны, это морковка, свекла и так далее. Перечень может быть очень длинным. Обратите внимание на то, каким маслом растительным вы пользуетесь. Например, если вы готовите, то это масло должно быть рафинированное. Но если же вы делаете салатную заправку, то туда должны входить именно нерафинированные масла. Добавьте обязательно в свой ежедневный рацион кисломолочные продукты, такие как кефир, творог, натуральный йогурт без каких-либо добавочных компонентов, как сладкие фрукты или еще что-то. Эти кисломолочные продукты должны быть жирными, с нормальным процентом жирности, ни в коем случае не обезжиренные. Кушая эти продукты, вы из них почерпнете море витаминов, такие как калий, кальций, магний, фосфор, цинк, белок в конце концов. Так что не бойтесь, кушать и вреда вашей фигуре никак не нанесет эта продукция. Что еще могу добавить? Конечно, к полезному рациону ежедневному нужно бы добавить немножечко физической активности. Вы хотя бы 30 минут в день должны пройтись на свежем воздухе, если у вас нет времени ходить в фитнес, куда-то зал. Займитесь, может быть, йогой, займитесь пилатесом, ну или же гуляйте, или хотя бы включите телевизор и под хорошую музыку попрыгайте 10-15 минут. Тоже вам принесет только хорошее настроение и опять же потратьте какое-то количество ненужной энергии. Что я хочу сказать еще? Не забывайте отдыхать. Полноценный сон, который должен присутствовать в вашем дне каждый день. Вам просто необходимо. И не забывайте ложитесь спать сегодня, а не завтра. То есть хотя бы не позже, чем полдвенадцатого вечера. Друзья, девочки, мне тоже 54 года и в моем организме также происходят какие-то изменения. Но поверьте мне, что этот период жизни может быть такой же прекрасный, как и все другие, как и все остальные. И хотя слово «климакс» в переводе с латинского означает «лестница к старению», давайте же сделаем другой смысл этому переводу и скажем, что «климакс» — это лестница к успеху нашей жизни. И эта жизнь может быть прекрасна. Но для этого вам нужно немножечко приложить каких-то усилий работы над собой. Поменять или пересмотреть то, как вы питаетесь и чем вы питаетесь. Добавить немножко физической активности. Немножко, конечно, приложить условий или усилий к тому, чтобы лучше выглядеть. Но, девочки, будьте молоды, будьте счастливы, будьте красивы, будьте здоровы, носите шпильки, ходите в узких джинсах, стройнеть и сбрасывайте эти ненавистные пару лишних килограмм. Друзья, я желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви. Приходите ко мне в школу Nordic Balance. Будем худеть вместе, оздоравливаться. Приходите ко мне в группу в Facebook Nordic Balance. Подписывайтесь на мой канал. Будьте счастливы, молоды. Я вас всех очень люблю и вместе мы все сможем. И помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. И все у нас будет хорошо. С вами была сегодня ваша Виктория Андерсон. Всех люблю и до новых встреч. Пока!